Всем привет! Это видео я решил сделать новым вступительным видео на своем канале с своеобразной точкой входа для новых подписчиков. Дело все в том, что в последнее время новых подписчиков становится все больше и очевидно, что они совершенно не смотрят старые видео, смотрят одно из последних и сразу задают вопросы по эмиграции в Испанию, по жизни в Испании в скайпе. И на большинство этих вопросов я уже отвечал в старых видео. Вот сегодня я решил сделать вам такую подборку ссылок на мои старые видео по основным темам. Ну и начать хотелось бы со способа переезда, то есть того, как правильно подобрать подходящий именно для вас тип визы, тип вида на жительство. И на этот случай у меня есть два видео. Одно называется «Как переехать в Испанию» и другое называется «Как переехать в Испанию схема». Соответственно, в первом видео я просто голосом рассказываю обо всех возможных типах виз в Испанию, о том, как их оформлять, какие для них требования и так далее. Ну а во втором видео, видео со схемой, я сделал достаточно понятную схему, опять же, со всеми вариантами получения вида на жительство в Испании. И если вы лучше информацию воспринимаете на слух, то вам больше подойдет первое видео. Если же вы визуал, вам больше нравятся картинки, то смотрите видео со схемой, я уверен, найдете подходящий для себя тип визы, тип вида на жительство. Вторым вопросом, которым, как правило, задаются все желающие переехать за границу, не обязательно в Испанию, а вообще в любую другую страну, это «В какой конкретно регион потенциальной страны для эмиграции поехать?» И на этот случай для Испании у меня есть, опять же, два видео. Одно разговорное про то, какие есть регионы Испании, чем они отличаются по различным параметрам. Ну а второе видео с программой, которое позволяет вам, пройдя небольшой тест, определить наиболее подходящий именно для вас регион Испании. Соответственно, если вы больше склонны доверять статистике, то, пожалуйста, воспользуйтесь программой. Она построена на данных официального института испанской статистики. Ну а если вы, опять же, больше любите информацию воспринимать на слух, то смотрите первое видео. Хотя я бы для выбора региона порекомендовал бы оба видео посмотреть, для того, чтобы понять, какой же регион именно вам подходит лучше всего. Следующий момент, который всех всегда интересует, это стоимость жизни в стране потенциальной эмиграции. И на этот случай у меня есть целый отдельный плейлист, который так и называется «Деньги, траты и налоги в Испании». Там я достаточно подробно рассказываю о том, сколько здесь стоят продукты, питание, связь, транспорт и так далее и тому подобное. Также у меня есть отдельное видео, касающееся аренды жилья в Испании, так как это вопрос тоже очень важный и относится, в принципе, к стоимости жизни. И одно из них называется «Аренда жилья в Испании». Там я перечисляю основные нюансы аренды жилья в Испании, а также привожу в список наиболее популярных сайтов для аренды жилья в Испании. И второе называется «Где жить в Мадриде». Поэтому если вы регионом вашей потенциальной эмиграции выбрали именно Мадрид, то обратите внимание на это видео. Там я собрал все районы Мадрида на Google карте и покрасил их все в четыре цвета – зеленый, желтый, красный и черный. Соответственно, черные – это самые плохие районы, ну а зеленые – это самые хорошие районы Мадрида. Если так случилось, что вы собираетесь приехать в Испанию в роли жениха или в роли невесты и выйти замуж за испанца или жениться на испанке, получить на этом основании вид на жительство, то рекомендую вам посмотреть одно из последних видео, оно называется «Заключение брака в Испании». Там я подробно рассказываю о том, какие виды браков в Испании существуют, как они заключаются, какие есть нюансы и какие требования в каждой автономии. Так как в каждой автономии, например, для заключения гражданского брака действуют свои правила. Там же, под этим видео, у меня есть небольшая программка, которая позволит вам в зависимости от региона узнать, какие, собственно говоря, правила заключения гражданского брака и какие правила получения на этом основании вид на жительство в Испании. Если вы собираетесь переезжать в Испанию по работе, как это было в нашем случае, то рекомендую вам обратить внимание на плейлист, который называется «Работа в Испании». Там достаточно много видео, которые освещают вопросы работы в Испании, как работы с контрактом, так и работы без контракта, собственно говоря, где искать эту самую работу, как на нее устраиваться, как проходить интервью и так далее и тому подобное. Также я думаю, что этот плейлист будет полезен айтишникам, программистам, тестировщикам, в общем, всем тем, кто имеет отношение к IT-сфере и кого интересует потенциальная работа в Испании, так как именно в этом плейлисте я рассказываю и про свою работу в Испании, показываю наш офис, рассказываю определенные нюансы работы в IT-сфере в Испании. Также, конечно, многим интересна возможность покупки, либо аренды и вождения автомобиля в Испании, как обстоят дела с нашими водительскими удостоверениями, с обменом этих самых удостоверений и так далее и тому подобное. На этот случай у меня также есть отдельный плейлист, который так и называется «Автомобили и вождение в Испании», и там я подробно описываю свой путь. Я учился на удостоверение в Испании с нуля, до этого у меня не было опыта вождения автомобиля, и там я подробно рассказываю о том, как лучше готовиться к теоретическому экзамену, какие критерии оценки применяются при оценке практического экзамена по вождению и так далее и тому подобное. Там же я описываю процесс оформления лизинга на автомобиль. Ну, в общем, все, что касается автомобильной темы, находится именно в этом плейлисте, и если вас эта тема интересует, то обязательно его посмотрите. Конечно, также важными вопросами является медицинское обслуживание в Испании и образование в Испании, и на эти темы также есть два отдельных плейлиста. С медициной испанской я сталкивался достаточно много и сам, и с детьми, поэтому есть что рассказать, есть чем поделиться. И в этот же плейлист, в плейлист про медицину попали и видео про рождение ребенка в Испании. Знаю, что многих эта тема интересует, поэтому, если вам это все так же интересно, то посмотрите этот плейлист. То же самое касается образования в Испании. Есть отдельный плейлист. Старший ребенок у нас ходит в школу, бесплатную государственную школу. Младший ребенок пока никуда не ходит, но мы планируем его устраивать в детский сад. И все эти вопросы я также буду освещать именно в этом плейлисте. Также не забывайте, что я не единственный блогер-эмигрант в Испании, и нас достаточно много. Есть порядка 40 каналов, только некоммерческих каналов около 40, а еще очень много каналов людей, продающих недвижимость, оказывающих иммиграционные услуги и так далее, и тому подобное. И я уже делал целых 7 частей обзоров некоммерческих каналов по Испании. Их можно найти в отдельном плейлисте, который так и называется «Обзор русскоязычных ютуберов-эмигрантов в Испании». И вот если вам интересна не только жизнь в Мадриде, не только моя жизнь, а вообще в принципе жизнь иммигрантов в Испании, то обратите внимание на этот плейлист. Уверен, что сможете найти для себя какой-нибудь новый интересный канал, для того, чтобы его постоянно смотреть, узнавать новости о жизни в том или ином регионе Испании. Ну и последний плейлист, который я хотел бы сегодня отметить, это плейлист про испанский язык. И там я подробно рассказываю о том, как я учил испанский язык, какие методики я использовал, какие курсы, какие учебники, приложения и так далее и тому подобное. Там же есть видео про нюансы произношения испанского языка, ну и вообще я планирую этот плейлист дополнять всем тем, что имеет отношение к изучению испанского языка. И хочу еще раз подчеркнуть такой момент, что очень-очень важно учить язык страны вашей потенциальной миграции. И в случае с Испанией, это, конечно же, испанский язык, то есть не стоит учить, на мой взгляд, какой-то региональный язык, типа каталонского или валенсиана. Учите испанский язык, он вам обязательно в Испании пригодится, независимо от региона, куда вы собираетесь поехать. Вот такой вот основной набор видео и плейлистов, которые я рекомендую посмотреть всем тем, кто только начинает планировать свой потенциальный переезд за границу и в частности в Испанию. Если вы планируете переезд в любую другую страну, то ничего страшного, вы можете ориентироваться примерно на те же самые темы. И сейчас очень много блогеров на YouTube, которые рассказывают про нюансы миграции в ту или иную страну. Также хочу обратить ваше внимание, что каждое воскресенье в 7 вечера по Испании, в 8 вечера по Киеву, в 9 вечера по Москве я провожу прямые трансляции на полчаса, где отвечаю на все интересующие вас вопросы, касающиеся иммиграции в Испанию, жизни в Испании и так далее. Но в любом случае, если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, либо вы хотите что-то решить в частном порядке, так скажем, то не стесняйтесь, пишите в комментариях или в скайпе, буду рад вам помочь. Спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых событиях на канале. Ждите новых видео и удачи. Пока.